Доброе утро. Доброе утро всем, кто в эти минуты присоединяется к нам на канале Россия. И я надеюсь, что оно будет по-настоящему добрым, еще и полезным, потому что в гостях у нас сегодня врач, нейрофизиолог, невролог Замира Юсуфовна Капушева. Доброе утро, доктор. Доброе утро. Будем говорить сегодня про здоровье, будем сегодня говорить о болезнях, которые, увы, имеют непросто место быть в нашей жизни. Все чаще мы стали замечать, что на улицах появляются старики, которые потерялись, что у людей появляются какие-то признаки заболевания, которые мы знаем как болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера. Но кто-то может путать эти болезни, поэтому давайте сегодня разберемся, чем же отличается болезнь Паркинсона от болезни Альцгеймера, и что при этом нужно учитывать родным людей, которые должны принять, что в их доме, в их семье появился вот такой человек. Итак, что такое болезнь Паркинсона, как она появляется? Значит, болезнь Паркинсона – это нейродегенеративное заболевание головного мозга, при котором поражается черная субстанция, которая вырабатывает дофамин. То есть гибнут нейроны, которые отвечают за выработку дофамина. Дофамин – это медиатор, который отвечает за скоординированность движений. Существует премоторная фаза развития болезни Паркинсона и моторная. Премоторная фаза развивается еще за 10-15 лет до развития моторных симптомов. То есть задолго до проявления еще, например, тремора, вот еще человек не знает, что у него болезнь Паркинсона, может пропасть обонянием. Болезненные движения, ощущения в ногах, потому что у них поражаются определенные фазы сна. Нарушается потоотделение, усталость появляется. Но на этой стадии еще невозможно поставить диагноз. Следующая стадия – это моторная стадия, то есть уже когда появляются двигательные нарушения. Существует классическая триада проявлений болезни Паркинсона. Первая – это замедленность движений в радиокинезии. То есть можно заметить, что появилось объединение мимики, речь стала монотонная, изменяется почерк, шаг становится мелким. Одевается пациент тяжело, медленно. И следующий симптом при болезни Паркинсона, который тоже обязательный – это тремор. Тремор при болезни Паркинсона обычно возникает в покое и исчезает при выполнении целенаправленных движений. Обычно начинается в одной руке, потом постепенно присоединяется в других конечностях. Давайте поясним нашим зрителям. Вдруг кто не знает. Тремор – это такое дрожание в руках, да? Дрожание в пальцах появляется. Тремор – да, это дрожание. Непроизвольное дрожание руки. Потом постепенно присоединяется тремор и в других конечностях. То есть в ногах тоже? В ногах тоже, да. Сначала одна половина – рука, нога, потом вторая половина. Следующий облигатный признак – это ригитность. Ригитность – это повышение мышечного тонуса. То есть… Мышцы напряжены все время? Мышцы все время напряжены. Очень часто, вот еще до постановки диагноза, часто такое бывает, что пациенты обращаются к врачу, думают, что у них плечо-лопаточный периартрит, что у них обострение хондроза, потому что появляется скованность в плече, в руке, им тяжело двигать этой конечностью. И уже по мере прогрессирования заболевания присоединяется еще один признак – это пастуральная неустойчивость. То есть человек не может удержать равновесие. Вот это четыре основных симптома болезни Паркинсона. Это уже на стадии клинических моторных проявлений. А давайте разберемся, чем отличается… Или, может быть, это в принципе две разные болезни Паркинсона и Альцгеймера? Да, болезнь Альцгеймера – это преимущественно нарушение памяти, когнитивных функций. А болезнь Паркинсона преимущественно страдает движение. Болезнь Паркинсона сопровождается снижением памяти на текущие события. То есть человек не помнит, что только что делал. Он помнит события, которые он делал, что было в прошлом, а то, что было им в недавнем времени, он начинает забывать. И так постепенно утрачиваются навыки самообслуживания. При болезни Паркинсона память страдает чуть-чуть по-другому. Но она и больше на поздних стадиях болезни Паркинсона страдает. И не на текущие события, а на то, что было раньше, больше страдает. И вот все-таки вы, в принципе, перечислили уже те признаки, которые появляются. Но для людей, далеких от медицины, далеких вообще от мысли, что в их семье может появиться вот такое больное. Давайте скажем сразу, что все-таки это болезнь взрослого поколения взрослых людей. Болезнь Паркинсона – болезнь больше пожилого возраста. Болезнь Альцгеймера может появиться пораньше. Допустим, в 40 лет, если человек начинает жаловаться на нарушение памяти, то это можно предположить болезнь Альцгеймера. Вот этот ряд симптомов, которые я перечислила, самый главный, даже без дрожания, то, что за медленность появилось движение, вот это самый облигатный признак, который должен присутствовать при болезни Паркинсона. Запоры, кстати, тоже очень часто являются симптомом болезни Паркинсона, потому что там тоже движение кишечника, моторика кишечника нарушена. И тоже на это многие не обращают внимания, думают, что оно может заболевание желудочного кишечного тракта, на самом деле это тоже может быть проявлением болезни Паркинсона. Вот на это следует обратить внимание. Когда сильно стало всё замедлено, это больше даёт основания предполагать, что это болезнь Паркинсона. Доктор, вот случилось, вот обратили, дай бог, вовремя внимание, куда идти, кому бежать, к какому специалисту, с чего начнут лечения. И вообще существует ли лечение этих болезней? Конечно, существует. Обратиться к неврологу, в первую очередь к неврологу. Все неврологи владеют лечением болезни Паркинсона. Лечение, конечно же, существует. Чем раньше начинаешь лечение, приём противопаркинсонических препаратов, тем лучше и результат, и тем больше мы можем отодвинуть стадию, пятую стадию болезни Паркинсона. У нас существует пять стадий развития болезни Паркинсона. Вот если мы начнём лечить на первой стадии, первая стадия характеризуется поражением только одной половины тела. Вторая стадия — обе половины тела. Третья стадия — когда человек начинает падать. Четвёртая стадия часто спотыкается, падает, но сам себя обслуживает. Пятая стадия — это человек прикован к постели. Вот чтобы отодвинуть или не допустить вот эту пятую стадию, нужно вовремя лечиться. Лечение подбирается индивидуально с учётом симптомов. Существует три формы болезни Паркинсона. Это преимущественно дрожательная, когда преобладает дрожание в клинических проявлениях, а кинетикоригидная, то есть когда преобладает повышение мышечного тонуса и замедленность движений, и смешанная форма, когда все есть три симптома, и они проявляются одинаково. Вот для каждой формы болезни Паркинсона существуют свои таблетки. Вначале, когда человек только-только заболел, ещё есть нейрончики, которые могут вырабатывать этот дофамин недостающий. Но, допустим, через пять лет эта выработка дофамина полностью прекращается. И тогда уже мы должны принимать препараты леводопы, которые являются предшественниками дофамина, принимать извне. Многие пациенты боятся этих препаратов. Конечно, это уже, что они обладают какой-то нейротоксичностью, это уже в прошлом. На самом деле, если вовремя не начинать принимать, то же мы можем добиться очень быстро пятой стадии. Что делать, если человек, в принципе, это свойственно практически каждому, не принимает диагноз? Вот есть уже довольно ярко выраженные симптомы. Ну нет, это не моё, я здоров. И тем не менее, как быть в этом случае? Чем помочь? Как убедить, что нужно начинать лечение? Часто такое бывает. На самом деле, пока человек сам к этому не придёт, ну не существует другого лечения, чем приём таблеток. Нужно просто уговаривать. И когда уже человек установится самому невмоготу, они всё равно приходят и просят лечение. То есть, в принципе, болезнь неизлечима. Можно просто себя поддерживать. Да, болезнь неизлечима. Точно так же, как гипертоническая болезнь, нужно настроиться и пациенту, и родственникам, что человек теперь будет принимать таблеточки постоянно. От гипертонии же они принимают таблетки. Точно так же при болезни Паркинсона нужно принимать пожизненно таблеточки. Как родственникам принять это? Как себя настраивать? И как поступать, не уйти самим в депрессию? Ну, эмоциональная поддержка для таких пациентов очень важна. Да, эти пациенты все, все 99%, наверное, испытывают и шок, и неприятие, и страх. Но если родственники, конечно, поддерживают это, все потом преодолевается, эмоциональная поддержка — это в первую очередь. Следующее, что я хочу отметить, часто у меня бывает на приеме, как они начинают принимать таблеточки, им становится хорошо, вот дофамин, геводопа они приняли, и у них все восстановилось. Это так называемый медовый месяц. Они думают, что они вылечились и перестают принимать таблеточки. Но, к сожалению, потом ситуация усугубляется, и дозировка потом нужна даже больше, чем мы подбирали в первый раз. Родственникам нужно следить за приемом противопаркинсионических таблеток, вот мой совет близким. И нужно принимать четко, как прописано врачом. То есть вот тоже очень частая ситуация, пациенту, говоришь, принимать за полчаса до еды или через два часа после еды. Потому что есть такая особенность во всасывании этих препаратов, что с едой вместе они практически не работают. Особенно если принимать белковую пищу, там ферменты, которые расщепляют леводопу, и, допустим, белки. И развивается так называемая конкуренция. Поэтому нужно принимать, вот как строго прописано врачом. И еще моменты они забывают, потому что когнитивные нарушения для пациентов с болезнью паркинсона тоже характерны. Следующий момент, вот уже на более прозвёрнутых стадиях, когда они начинают падать, спотыкаться, застывать в доме, нужно делать переделочки, потому что, допустим, в ванной они могут часто спотыкаться, если какие-то провода. Нужно создать для них условия дома. Безопасность более-менее, да? Да, безопасность дома. А вот родственникам самим психологическая помощь часто нужна бывает? Обычно нет. То есть люди справляются? Люди справляются. Вы знаете, мы часто спорим с коллегами, что вот мы с вами занимаемся тут таким умственным трудом, и нам такие болезни, в общем-то, не грозят. Правда ли, что если человек до конца пенсионного возраста, к примеру, занимается чем-то вот... Нет, к сожалению... Кому вообще свойственны эти болезни? К сожалению, и болезнь Паркинсона, и болезнь Альцгеймера, если она запрограммирована, то она и будет. Каким бы трудом физическим, умственным человек не занимался, она будет. Просто вести правильный образ жизни, образ жизни, чтобы отсрочить появление или вообще не допустить проявления этого заболевания. То есть профилактика для всех, да? Профилактика для всех. Не пьем, не курим, гуляем на вузы. Хотя для болезни Паркинсона... ...призлаботы 10 тысяч шагов. Да, хотя для болезни Паркинсона курение обладает протективным действием. Это доказано. Это, наверное, не для эфира. Горящие люди тоже болеют. Горящие люди тоже болеют. Ну, а какой-то сравнительный анализ, может быть, проводился вашими коллегами? Кто всё-таки чаще болеет, кто больше подвержен таким заболеваниям? Ну, скажем, люди, проживающие в сельской местности, горожане? Больше в сельской местности, потому что у них контакт с пестицидами, гербицидами, хлорфосфоро-органическими соединениями. Люди, подверженные стрессовым ситуациям, тревожные пациенты. Вообще даже существует так называемый паркинсонический характер. Люди педантичные, скрупулёзные, у кого такой характер, болеют паркинсонизмом чаще. Спасибо, доктор. Я надеюсь, что мы вместе с вами сделали сегодня наше утро и добрым, и полезным. Друзья, я напомню вам, что сегодня в нашей студии была доктор-врач-нейрофизиолог-невролог Замира Капушева. Я же с вами прощаюсь. Всего самого доброго. И непременно будьте здоровы. Оставайтесь с нами на канале Россия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова